В прошлый раз начали обсуждать идеальные квантовые газы и в результате мы получили выражение для статистической суммы. Давайте его сейчас воспроизведем и начнем двигаться дальше. Итак, статсума Z у нас оказалась записанной таким образом. Состояние системы, которое у нас было в изначальной форме статсумы, упомянуто явным образом. Здесь это указание на то, какой набор квантовых чисел заполнения мы наблюдаем в нашей системе в данном состоянии. Итак, вместо суммы по состояниям стоит сумма по наборам квантовых чисел. Но в этих наборах может быть разное число частиц, а мы хотим, чтобы здесь было ровно n штук. Поэтому у нас появляется здесь кранекеровский дельта-символ от разности n минус сумма по состояниям одночастичного гамильтониана от суммы чисел заполнения, от np. И дальше должна стоять та самая экспонента, которая фигурировала в изначальной форме записи статистической суммы. Это e в степени минус энергия системы в данном состоянии, деленная на температуру. Но теперь энергию системы я могу представить, опять суммируя по состояниям, только теперь какую величину? eP – это энергия одной частицы, частиц в заданном состоянии np штук, значит, они вместе дают в энергию системы вклад в виде произведения eP на np. Это надо просуммировать. То есть здесь стоит сумма такого вида, e в степени минус сумма по p от дроби eP, np, деленная на температуру. Значит, перед нами выражение для статсуммы все замечательно, кроме одного, считать это довольно хлопотно. И поэтому, поскольку у нас есть в резерве еще один вариант посчитать большую статсумму, то стоит попробовать этим заняться. Итак, это наш очередной пункт в параграфе, по-моему, четвертый. Мы считаем большую статсумму. z как функция θ и μ, ну, вообще говоря, и внешние силовые поля, но пока мы о них речи вести не будем. Как в исходной схеме упоминается построение z? Я могу отталкиваться от того, что построено z. И z я получу просто как сумму по n от произведения e в степени μn к θ. Первый сомножитель, а второй сомножитель – та самая величина z, от суммы как функция θ v и n. Ну и суммировать, вообще говоря, надо от нуля до бесконечности. Верхний предел означает, что мы не забываем о предельной статистической процедуре. Если теперь сюда подставить представление для z, то я получу, что z выглядит следующим образом. Последняя операция, поэтому крайне левая, это суммирование по m. А внутри стоит выражение для z, умноженное вот на эту экспоненту. С экспонентой мы сейчас расправимся следующим образом. Поскольку у нас в z сидит дельта-символ, ну, впрочем, увидим чуть позже. Давайте пока не здесь это будем делать. Итак, сумма по n, а внутри сумма по наборам, по np. И дальше e в степени μn, деленное на θ. Дельта-символ от n минус сумма по p, np. Ну, и последнее, это экспонента с показателем минус сумма по p, дробь, в числителе e, p, np, в знаменателе θ. Все собрали вместе. И вот теперь с первой экспонентой мы проделаем следующую операцию. Поскольку стоит дельта-символ, который равен единице только тогда, когда сумма по p, вот np равняется n, то есть когда аргумент дельта-символа равен нулю, то я могу в этой конструкции вместо n написать вот эту сумму. И значит, у меня получается e в степени, сумма по p, это показатель степени у экспоненты, а в показателе степени стоит μcθ, умноженное на np. То же самое. Вместо n я написал сумму по p, np. И домножил на константу μcθ. Теперь я эту экспоненту могу объединить с той, которая стоит на крайнем правом месте в нашей формуле, и получить некую экспоненту с достаточно громоздким показателем. Ну вот давайте это и сделаем. Итак, z у нас получается теперь в следующем виде. Сумма по n. Следующая операция, вернее предшествующая сумма по наборам np. Дельта-символ. От n минус сумма по p, np. И теперь экспонента. Экспонента, в показателе которой стоит сумма по p. И что стоит под знаком суммы. Ну, по всей вероятности, там в обоих выражениях стоит общий множитель np. А дальше за ним идет разность. μcθ минус epcθ. Я все это соберу вот так. μ минус ep, деленное на θ, np. Все собралось вместе. Ради краткости Я введу обозначение. e в степени μ минус ep, деленное на θ. И умноженное это все в показателе степени на np. Я обозначу это как-то самым коротким образом, но учитывая то, что p у меня меняется. У меня по p идет суммирование. Так что пусть это будет α-p. Что тогда получается? У меня величина z выглядит теперь так. Сумма по n, сумма по наборам np. Дельта-символ от n минус сумма по p, np. И экспоненту от суммы я превращу в произведение экспонент. Значит, дальше у меня стоит произведение по p, а эти экспоненты у меня сейчас называются α-p. Так что у меня произведение по p от α-p. Пока это все игры на уровне тождественных преобразований. А теперь займемся продвижением в наших вычислениях уже всерьез. Давайте сначала выполним операцию суммирования по n. Значит, каков бы ни был набор вот этих np, выбранный нами набор, в нем определенное число частиц. А n у нас, пробегая значение от нуля до бесконечности, значит, на это определенное число частиц мы рано или поздно наткнемся. И этому будет соответствовать в сумме по n одно единственное слагаемое, в котором вместо дельта-символа будет стоять единица. Так что результат резко упрощается после суммирования по n. Давайте подчеркнем здесь от нуля до бесконечности ведется суммирование. Так что любое конечное n мы гарантированно пройдем. Мы получаем тогда после этого суммирования по n результат в виде суммы по np, по наборам np от произведения по p, а это значит по состояниям одночастичного гамильтониана, от выражения альфа p. Давайте справа нарисуем картинку, чтобы было понятно, о чем идет речь. Нарисуем здесь уровни энергии одночастичного гамильтониана. Это будут уровни еп. Ну и, соответственно, мы можем сказать, что каждый раз реализуется некое состояние. Состояния у нас должны быть разные, мы по ним должны провести суммирование. Поэтому, скажем так, p' p2' p3' и так далее. Ну и, соответственно, каждому из этих состояний отвечает энергия еп. Итак, речь идет о том, что мы решили задачу для одной частицы. Спектр состояния и уровня энергии у нас написан для одночастичного гамильтониана. Собственных состояний и уровня энергии. И вот теперь надо разбираться с этими операциями. Понятное, что еп соответствует... То есть, каждое состояние соответствует... Ну, разумеется, еп штрих. Да, это будет еп штрих, еп два штриха и так далее. Ну, все они вместе будут, естественно, образовывать множество значений еп. Так вот, с этими операциями, как их осуществить? Давайте рискнем изобразить то, что собой представляет вот эта последняя величина произведения от альфа-петых. Это попросту. Альфа-петых в нижнем состоянии, то есть альфа-п штрих. Альфа-п два штриха. Альфа-п три штриха. И так далее. Вот такая незатейливая конструкция. Что такое альфа-петых? Аэкспонент. Теперь... Что происходит дальше? Так, а давайте-ка мы это поправим. Мне будет неудобно действовать в этих обозначениях. Я скажу, что это альфа-п в степени n-p, чтобы не сильно поправлять. То есть альфа-п это сама экспонента, еще не возведенная в степени n-p. И, значит, здесь у меня будет альфа-п в степени n-p фигурировать в произведении. И, естественно, этот результат перекочует сюда. И, естественно, он перекочует вот сюда. Так, здесь будет альфа-п штрих в степени n-p штрих. Альфа-п два штриха в степени n-p два штриха. Альфа-п три штриха в степени n-p три штриха. Ну и так далее. Договорились. Значит, осталось разобраться, что такое за сумма по наборам. Как ее можно интерпретировать в более простом и удобном для нас смысле. А идея приходит такая. Если мы перебираем все возможные наборы, то, значит, у нас встречаются все возможные числа заполнения в каждом состоянии. То есть в какой-то из наборов попадет любое из n-p штрих. Нуль, один, два и так далее. Они даже будут встречаться в разных наборах. Правильно? В какой-то из наборов попадет выбранное нами n-p два штриха. Более того, не в один набор, а во многие. И так далее. Значит, если я перебираю наборы, это при всем при этом я перебираю вот эти числа. Хорошо. Что там за операция суммирования? Так вот давайте и просуммируем. По n-p штрих. Просуммируем по n-p. n-p два штриха. По n-p три штриха. И так далее. Это будет сумма по наборам. То есть я z превратил вот в такую конструкцию. Вместо того, чтобы конструировать отдельные наборы, и еще суметь сделать так, чтобы ни один не пропустить и ни один не повторить, я действую совершенно иначе. Я рассматриваю вот эти состояния и возможные в них числа заполнения. Потому что любое число заполнения на любом из этих уровней, в любом из этих состояний реализуется в очередных наборах. Так что перебирая все эти числа, я ни один набор не пропущу. А как только совершилась вот эта трансформация, дальше считать становится довольно просто. Вот возьмем первую из этих сумм, сумму по n-p штрих. На что она будет действовать? Естественно, только на первый сомножитель. А все остальное будет набором. Величин, которые при таком суммировании надо рассматривать как константы. А потом мы начнем суммировать по n-p два штриха. Чего это коснется? Только второго сомножителя. Ни вклада первого сомножителя, ни последующих здесь не будет. Они будут идти как постоянные дополнительные множители. Каков результат? А я получаю следующую вещь. У меня будет произведение вот такого рода сумм. Я оставлю место, чтобы обозначить это произведение. Ну что это будет сумма? За суммой это будет сумма по n-p от e в степени, ну пусть пока в терминах альфа, значит, альфа p в степени n-p. Так? И такая сумма будет возникать для p-штрих, для p-2 штриха и так далее. И дальше что с ними происходит? Они перемножаются друг на друга. Значит, это произведение по p от таких сумм. Вот во что это превратилось. Это гораздо проще, чем то, что было в начале. Правда, я не могу сказать, что произошла коммутация операций. Операции разные. Произведение по p есть там и там. Но в первоначальном выражении для z стоит сумма по наборам. А в финале стоит сумма по самим числам заполнения. Это гораздо проще операции. То есть коммутации здесь нет. Но главное, что первый и последний результат связаны цепочкой равенств. Это важно. Ну хорошо. Теперь можно начинать возвращаться к старым обозначениям. Но прежде чем это сделать, я, пожалуй, скажу следующее. Что я z теперь могу представить в виде произведения по p от z.p. То есть если z это большая статсума для всей системы, то ztp это большая статсума, построенная на одном состоянии. То есть только за счет того, что мы рассматриваем разные числа заполнения. Но состояние, которому они приписаны, одно и то же. Ну а теперь в переводе на первоначальные обозначения. Вот они как раз еще не скрылись. Альфа p это e в степени m минус ep к тета. Значит, мы получили результат такого рода. z равняется сумме, виноват произведению по p от ztp. ztp представляет собой сумму по np. А вместо альфа p стоит e в степени m минус ep, деленное на тета. И альфа p возводится в степень np. p. Вот куда мы прибыли. Ну, что дальше? Надо заглянуть в термодинамику. У нас большой термодинамический потенциал омега. Минус тета. Логарифм z. z у нас есть. И мы получаем минус тета сумма по p логарифм произведения. Ну, вот поэтому это и есть сумма логарифмов. Значит, мы получаем минус тета сумма по p логарифм ztp. То есть, другими словами, а это означает ztp, мы сейчас сюда явно подставим. Другими словами я получаю результат такой. Минус тета сумма по p логарифм скобки в скобках сумма по np. e в степени мю минус e p к тета np. Вот куда мы прибыли. А теперь отдельный шажочек. Это будет пункт номер 5. Вспомним об одной вещи. Зная большой термодинамический потенциал, можно построить среднее термодинамическое число частиц в системе. Значит, у нас будет n термодинамическое. Это круглый шрифт. Оно же n среднее. Мы это доказали в свое время, когда обсуждали большое экономическое распределение в первом чтении. Так вот, это самое m. Судя по термодинамике, есть минус d омега по d мю при постоянных тета и v. Так? Но омега это минус тета логарифм z. Значит, у нас получается... Подставляем вместо омега минус тета логарифм z. Учитываем, что тета у нас фиксированный параметр. Значит, два минуса уйдут, тета останется. Тета д по d мю от логарифма z. Так? Но z у нас произведение. И, соответственно, логарифм z это сумма логарифмов, соответствующих сомножителей. Значит, мы получаем результат такого рода тета д по d мю. А теперь сумма по p логарифм z это p. Верно? Следующий ход. Мы не будем сюда подставлять явного вида z это p. Интереснее другое. Интереснее все это представить в виде суммы по p от некой конструкции. Какой? Понятно. Мы просто эту сумму вытащим вперед. Итак, перед нами сумма по p тета d логарифм z это p по d мю при постоянных тета и v. Замечательно. А теперь с другой стороны. если мы собираемся вводить n число частиц в заданном наборе, то это будет просто сумма по p np. В разных наборах разное, вообще говоря. Верно? теперь, если мы это усредним, то я получу, что n средняя это сумма по p np средняя. Теперь np средняя я переобозначу на np с маленькой буквы и посмотрим, что из этого получается. У нас получается два выражения для n среднего. Одно связанное с использованием омега, а другое связанное теперь с np. Потому что я получил, что n средняя это сумма по p от np с маленькой буквы. Правильно? Это из последних двух строчек. А с другой стороны n средняя это сумма по p θ d по d мю от логарифм zp d по d мю логарифм zp Ну, естественно, что мы эти два представления отождествим и получим, что средняя числа заполнения np выглядит как θ d по d мю от логарифма zp Это при том, что n средняя или термодинамическая у нас получается как θ d по d мю от логарифма z θ d по d мю от логарифма z то есть всей большой статсумы Мы видим, формулу-то имеют одну и ту же конструкцию Только один раз мы рассматриваем все в пределах одного состояния одной частицы А другой раз мы рассматриваем всю систему в целом Так что сходство есть Естественно мы им в нужный момент воспользуемся Движемся дальше Наше первое знакомство с квантовыми идеальными газами как ни странно уже состоялось Осталось только написать для порядка несколько формул Которое мы уже встречали Но просто надо вернуться к тому что мы умеем это делать Ну первая формула говорит о том как выражается собственное значение энергии Выпишем ее сначала Итак Е это все равно что Е для заданного набора НП И это выглядит как сумма П ЕП на число заполнения НП Если мы этот результат усредним то мы получаем что внутренняя энергия которая есть средняя от ЕН Ну на самом деле Е от НМАЛОВН большого У нас ведь в разных наборах разное число частиц Так мы получаем эту внутреннюю энергию в виде суммы П ЕП среднее число заполнения НП Очевидный результат ЕП для нас при усреднении константа Так Это мы делали еще на прошлой неделе сейчас мы просто усреднили тамошнее выражение Теперь если говорить о термодинамическом числе частиц то мы получаем вот из этих двух строк результат следующий это сумма по П от средних чисел заполнения НП Это все уже было нам известно и теперь наконец для Омега мы должны написать вот тот самый результат который у нас фигурировал в пункте номер 5 на второй строке минус тета сумма по П ну хотя бы логарифм ЗТП от ЗТП у нас это сумма по НП от Е в степени мю минус ЕП к тета возведенного в степень НП ну вот если угодно первые наброски термодинамики в наших руках на самом деле предшествующие формулы кроме самой последней строки нам может быть не стоило бы даже выписывать потому что получив термодинамический потенциал Омега именно в тех переменах где-то где это и в самом деле потенциал все остальное мы в термодинамике получим но есть смысл упомянуть вот эти формулы просто потому что они имеют вполне наглядную структуру в этом их большая положительная сторона закончили этот параграф и двинулись дальше конкретизируем ситуацию рассмотрим распределение Боза Боза или Боза Эйнштейна что мы знаем мы говорили о том с вами что бозоны это частицы с полуцел частицы с целым спином S это 0 1 2 и так далее и волновая функция которая описывает состояние многочастичное в этой системе она симметрична по перестановке частиц полностью симметричная волновая функция в таком случае у нас нет никаких ограничений на НП и значит НП у нас то есть исходные числа заполнения до усреднения это нули единицы двойки и так далее любое число из натурального ряда что дальше дальше считаем ЗТП у нас рецепт есть это теперь сумма по НП от нуля до бесконечности у нас нет ограничений сверху на число частиц от Е в степени мю минус ЕП деленное на Т это НП ну если возвращаться к старым кратким обозначениям то это просто сумма по НП от нуля до бесконечности АЛЬФА АЛЬФА в степени НП так виднее каков ответ мы суммируем геометрическую прогрессию верно у нас первая слагаемая в прогрессии отвечает НП равному нулю и стало быть это единица а знаменатель прогрессии это АЛЬФА П и значит в соответствии с формулой известной еще по школьной математике мы получаем единицу деленную на единицу минус АЛЬФА П с одним условием ряд-то должен сходиться и значит АЛЬФА П на всякий случай по модулю должно быть меньше единицы равномерно по П то есть для любых ЕП а это означает что эти самые ЕП надо как-то выбрать можно поступать по-разному можно скажем вводить уже на этой стадии внешние поля а можно пока не вводить и если не вводим внешних полей а газ идеальный значит взаимодействие мы уже исключили то мы получаем ситуацию когда ЕП не отрицательная величина если это нерелятивистские частицы то это просто П квадрат на 2м если это ультра релятивистские то это ПС ну а если они промежуточные то там стоит соответствующий корень его арифметическое значение значит ЕП больше либо равно 0 худший случай для сходимости это случай когда ЕП равняется 0 и значит мы должны потребовать чтобы Е в степени мюк тета было меньше единицы тогда равномерно мы получаем для любого П величина альфа П тоже меньше единицы что означает это для нас это означает что у нас мю отрицательно запомним это мы обязаны это требование выполнить иначе дальше ничего не получится и посмотрим что получается если согласиться на выполнение этого условия мы получаем зета П теперь вместо альфа П подставляем исходное обозначение мы получаем единицу деленную на единицу минус Е в степени мю минус ЕП деленное на тета так дальше мы естественно получаем выражение для зета в виде произведения этих дробей но это не самое интересное давайте сразу напишем результат для омега это у нас минус тета сумма по П логарифм зета П правильно и что дальше логарифм зета П это минус логарифм знаменателя минус благополучно уйдет вперед мы его потеряем мы получаем выражение в виде тета сумма по П логарифм вот этого знаменателя единица минус Е в степени мю минус ЕП деленное на тета и дальше если мы сумеем просуммировать то термодинамика в наших руках сейчас мы поступим немножко иначе хотя и этот шаг тоже выполним но сегодня чуть попозже а сделаем то мы вот какую вещь давайте-ка вернемся к общим формулам значит омегу мы написали а вот еще есть внутренняя энергия и число частиц и там и там сидит среднее число заполнения вот давайте его посчитаем и это будет собственно ответом на вопрос заголовки под распределением БОЗа мы будем понимать формулу для среднего числа заполнения так это у нас будет третий шаг среднее число заполнения НП у нас есть цитата здесь у нас должно быть это ДПДМО логарифм ЗТП правильно ЗТП мы только что посчитали значит подставляем сюда ЗТП получаем логарифм единицы минус логарифм знаменателя логарифм единицы это 0 минус уйдет вперед и значит перед нами минус тета ДПДМО от логарифма единица минус Е в степени мю минус ЕП деленное на температуру займемся дифференцированием ничего другого нам пока не светит получаем во-первых минус тета во-вторых следующим со множителем дробь в знаменателе аргумент логарифма единица минус Е в степени мю минус ЕП деленное на тета в числителе производная по мю от аргумента логарифма это во-первых сама экспонента вместе с минусом минус Е в степени мю минус ЕП деленное на тета и теперь напоследок производное показатели экспоненты по мю при том что тета фиксирована и в фиксирована поэтому ЕП это тоже набор констант значит что мы тогда получаем единицу на тета что происходит дальше минусы убираем вот этот минус и этот минус на тету в числителе и в знаменателе сокращаем и заодно еще поделим на экспонент в числителе и числитель и знаменатель получаем НП равняется дроби в числителе единица в знаменателе Е в степени ЕП минус мю к тета и второе слагаемое в знаменателе минус единица распределение БОЗа перед нами ну вот ответ готов и теперь в принципе ничто нам не мешает сформулировать результаты для среднего числа частиц в системе 1 и для внутренней энергии системы 2 формула для этого есть честно говоря переписывать это большого желания у меня нет будем считать что пока мы на первый случай с распределением БОЗа познакомились а что там дальше это увидим чуть позже когда откроем следующий параграф распределения ферми и сравним результаты окажется что в них так много общего что есть смысл обсуждать их совместно ну что же так и сделаем параграф 13 распределение ферми схема действий та же что и в предыдущем параграфе мы начинаем с того что вспоминаем спин в единицах h для фермионов это полуцелая величина то есть это одна вторая три вторых и так далее и волновая функция которая описывает систему н штук таких частиц полностью антисимметрично в отношении к перестановке любых двух частиц запрет пауле в связи с этим возникает а раз возникает запрет пауле то нп у нас это либо нули либо единицы ничего другого в таком случае считаем зтп 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 у нас это сумма по нп е в степени мю минус еп тэта возведенная в степени нп но у нас вариантов здесь всего 2 нп это либо 0 либо единица значит всего 2 слагаемых если нп равняется нулю то экспонента возведенная в нулевую степень даст нам единичку если нп равняется единице то мы получаем второе слагаемое е в степени мю минус еп деленное на тэта этим все заканчивается если теперь сформулировать ответ для омега значит это у нас будет минус тэта сумма по п логарифм зэта п зэта п перед нами взять логарифм это значит взять логарифм от этой суммы двух слагаемых мы получаем минус тэта сумма по п логарифм от единицы плюс е в степени мю минус еп деленное на тэта дальше мы должны построить среднее число заполнения вот тут как раз формула подвернулась которую я стираю итак среднее число заполнения для идеального фермигаза нп у нас есть общая формула тэта д под мю от логарифма зэта п так зэта п у нас во втором пункте подсчитан давайте вычислять производную значит нас интересует тэта д под мю от логарифма а вместо зэта п стоит единица плюс е в степени мю минус еп деленное на тэта что мы получаем дифференцируя по мю тэта перед этой производной остается дифференцируя логарифм мы получаем дробь в знаменателе которой стоит аргумент логарифма единица плюс е в степени мю минус еп деленное на тэта а в числитель отправляется производная аргумента логарифма по мю то есть производные экспоненты по мю значит во первых это сама экспонента е в степени мю минус еп деленное на тэта и во вторых еще один сомножитель это производная показателя экспоненты по мю с учетом того что мы дифференцируем при постоянной температуре и постоянном объеме значит тэта и еп для меня константы я получаю вклад от этой производной в виде единицы на тэта естественно тэта и единицы на тэта сейчас сократятся а на экспонент у которой стоит числитель мы тоже сократим и числитель и знаменатель результат такой mp выглядит как единица деленная на е в степени еп минус мю к тэта плюс единица распределение ферми итак распределение ферми но если теперь сравнить этот параграф с предыдущим мы видим что сходства довольно много и в наших действиях и в ответах есть такой незатейливый вопрос на экзамене а из какого из канонических распределений мы приходим к этому ответу ответ простой мы сегодня с этого начали мы начали считать большую статсуму то есть речь идет о большом каноническом распределении вот из него мы и получаем эти результаты ну здесь сразу видно что среднее число заполнения np не превосходит единицы потому что знаменатель не может быть даже равен единице но есть только восьмтотике так но это как раз и отвечает тому что исходные числа заполнения могут быть либо нулями либо единицами так что формула в ответе в виде среднего стыкуется с тем что было вначале учтено теперь некие общие формулы давайте перейдем на другую доску так может быть будет проще сравнивать итак общие формулы речь идет о сопоставлении результатов для распределения боза и для распределения ферми в этом смысле общие среднее число заполнения оба раза это дробь в числителе которой стоит единица в знаменателе е в степени еп минус мю к тета и разница только во втором слагаемом у бозонов это минус единица а у фермионов плюс единица то что относится к бозонам верхний знак то что к фермионам нижний знак дальше естественно общие формулы для внутренней энергии сумма по п от произведения еп на среднее число заполнения а оно только что было написано и общая формула для среднего числа частиц сумма по п от средних чисел заполнения нп и еще одна общая формула это для омега для большого термодинамического потенциала значит мы написали это в виде минус тета логарифм от большой статсумы но логарифм большой статсумы это сумма по п от логарифмов зета п зета п у нас посчитано и для фермионов и для бозонов вот для фермионов это пункт 2 теперь что мы получаем если начинать с бозонов зета п там дробь единица деленная на разность единица минус е в степени минус еп к тета поэтому логарифм этой дроби это минус логарифм знаменателя этот минус я вытащу вперед поэтому для бозонов будет плюс тета а для фермионов минус тета а дальше будет сумма по п от логарифма для бозонов это будет логарифм от единицы минус е в степени мю минус еп к тета а для фермионов это будет логарифм от единицы плюс е в степени мю минус еп к тета ну и опять верхний знак бозоны нижний знак фермионы вот эти общие формулы пожалуй выписав 4 штуки на этом мы в этом списке остановимся после этого возникает совершенно наивный вопрос ну хорошо у нас явно есть ключ для перехода в термодинамику у нас есть выражение для большого термодинамического потенциала омега но как мы будем эту сумму считать чисто технически как это осуществить и здесь напрашивается параллель с тем что мы обсуждали говоря о канонических распределениях в целом выписав результаты в виде сумм по состояниям уже гамильтониана всех н штук частиц в целом мы дальше перешли в квазиклассическую схему переходят суммирование по состояниям к интегрированию по фазовому пространству как ни удивительно но складывать мы имеем хуже чем интегрировать по крайней мере рецептов у нас в интегрировании зачастую года куда больше и здесь аналогичный случай проще не суммировать не складывать проще проинтегрировать подавайте этим и займемся и так у нас по возникает вспомогательная задача общая и для фермионов и для бозонов так что вот у нас тут было три пункта общие формулы можно считать пунктом номер четыре для порядка и теперь пункт пять задача выглядит следующим образом меняясь сумма по состояниям одночастичного гамильтониана вот какой-то функции но скажем от модуля п сюда хорошо впишется скажем энергия да и много чего другого вот скажем средние числа заполнения это тоже функции от е п то есть от модуля п в конце концов значит то что касается суммирования при вычислении внутренней энергии числа частиц да и что касается омега тоже все укладывается в эту схему значит что мы должны сделать если мы вспоминаем о правилах перехода к интегрированию там у нас было н штук частиц многомерное фазовое пространство ничто не мешает n выбрать в виде частного значения n равняется единице и тогда результат выглядит следующим образом мы интегрируем ту же самую функцию fiat модуля п по фазовому пространству сейчас она всего лишь шестимерная мы считаем что мы вну во внутреннюю структуру частиц пока не заглядываем для нас они материальные точки значит у нас появляется трехмерное импульсное пространство трехмерное пространство координат или конфигурационная d3r что мы должны сделать дальше поделить на фазовый объем одной ячейки одного состояния 2ph в кубе это всего лишь трехмерное движение так мы пока воспроизвели тот результат который был написан для системы из н частиц просто н мы взяли равным единице там еще был н факториал здесь нечего переставлять частица 1 да и н факториал если н равняется единице просто единица так надо еще учесть кратность вырождения по внутренним квантовым числам вообще-то говоря даже если не заглядывать структуру ну что же для этого есть кратность вырождения уровня мы ее можем написать вот здесь пусть это будет же так теперь обратим внимание на то что фи мы взяли довольно специфично это во-первых функция отнюдь не зависящий от координат а во-вторых в импульсном пространстве она вовсе не зависит от углов значит по координатам надо интегрировать а система сидит в объеме в это наш внешний параметр и мы просто получим объем в в качестве результата интегрирования по координатам а в импульсном пространстве мы введем сферические переменные по углам про интегрируем получая полный телесный угол 4 пи значит результат таков 4 пи за счет углов перед интегралом в за счет координат перед интегралом же кратность вырождения по внутренним квантовым числам для каждого состояния 2 пи аж в кубе знаменателя у нас остается интеграл по модулю п от нуля до бесконечности с под интегральной функции ну во-первых feat p а во-вторых из элемента объема представленного сферических переменных п квадрат дифференциал п вот вам правило перехода от суммы к интегралу и теперь мы им воспользуемся следующий шестой пункт тоже общий нам нужно получить выражение для омега вот этим и займемся итак у нас омега первоначально было представлено суммой я цитирую последнюю формулу из четвертого пункта значит это у нас плюс минус тета сумма по p логарифм от единицы минус плюс е в степени мю минус еп деленное на тета и вот теперь вместо суммирования займемся интегрированием ну ради красоты здесь знак равенства сотру а начну от левого края доски снова написав омега и так омега равняется все что перед интегралом в предшествующем пункте 5 я нарисую сразу 4 пиво же деленное на 2 пи аж в кубе теперь перед интегралом останется плюс минус тета естественно и дальше интеграл как и определено было интеграл от бесконечности с под интегральной функции логарифм от единицы минус плюс е в степени мю минус еп деленное на тета дальше этот логарифм домножается на p квадрат интегрируется по dp от 0 до бесконечности вот что нам надо посчитать ну неплохо было бы от логарифма избавиться тем более что в перспективе у нас желание использовать mp как-то попроще они под знаком логарифма конечно вот эту экспоненту есть через средние числа заполнения тут же выражу но вот самим логарифмом возиться что-то нет желания преобразовать под интегральную функцию у нас есть всего лишь один рецепт это интегрирование по частям нет но есть второй конечно замена переменных но вот интегрирование по частям что напрашивается естественно назвать вот эта функция у а это дифференциалом функции в и посмотреть что из этой истории получится но прежде чем двигаться дальше нам нужна еще одна вещь надо определить как еп зависит от п потому что иначе мы производную не посчитаем в явном виде сейчас мы будем считать что речь идет он не релятивистских частицах так что еп это p квадрат деленное на 2 м здесь от не играет роли я могу оставить еп память то есть что это по квадрат на 2 м но явно не не выписывать а вот в какой-то момент надо будет брать производную епппп вот тут то мы это равенство исполним и так чему равняется омега если мы выполняем интегрирование по частям все что перед интегралом повторяем никак не переобозначая 4 пиво же деленное на 2 пиаж в кубе следующий сомножитель плюс минус тета фигурные скобки внеинтегральное слагаемое увы начнем с в это п в кубе на 3 верно у у это просто логарифм от единицы минус плюс е в степени мю минус е п деленное на тета и все это в подстановке нижний предел п равное нулю верхний предел п стремящийся к бесконечности минус в дифференциал у под интегралом и так интеграл в тех же пределах от нуля до бесконечности функция в это п в кубе на 3 а теперь дифференциал у то есть дифференциал логарифма полагая что внешним параметром который является аргументом логарифма будет у нас импульс п поехали производная логарифма по е п для начала дробь в знаменателе единица минус плюс е в степени мю минус е п деленное на тета в числителе производная от выражения в знаменателе пока по е п это значит минус плюс е в степени мю минус е п деленное на тета 1 теперь следующий вклад это производная показатели экспоненты по е п это минус единица на тета производную по е п построили на нам-то надо по модуле импульса значит надо умножить этот уже состоявшийся результат на производную е п по модуле импульса и приписать дифференциал п мы получаем от п квадрат пополам производную по п просто п пк м дифференциал п фигурные скобки закрываем в день интегральное слагаемое если п стремится к нулю но с первым со множителем понятно это 0 что со вторым я получаю единицу минус плюс е в степени мюк тета а минус это для бозонов но для бозонов е в степени мюк тета меньше единицы потому что мюк отрицательное число мы это сказали ради сходимости нужного нам ряда для фермионов здесь вообще стоит число больше единицы в любом случае это логарифм конечной положительной величины и значит это конечное число множится на 0 получаем 0 в ответе что на бесконечности первый со множитель успешно растет что со вторым а здесь интересная штука вот это экспонента за счет епэ и по вместе с п стремится к бесконечности даже еще быстрее это экспонента идет к нулю и мы получаем логарифм от единицы плюс малая добавка в главном слагаемом логарифм от единицы плюс малая добавка и есть эта добавка и значит нам надо раскрывать определить неопределенность p в кубе на экспоненту но в экспоненте сидит е в степени минус p квадрат на 2 м тета это быстро убывающая экспонента перешибает конечный степенной рост так что на верхнем пределе мы имеем дело снова с нулем для этого произведения и так все это стремится к нулю и у нас остается только интеграл в виде второго слагаемого фигурных скобках так ну что же давайте здесь попробуем навести маломальский порядок ну два минуса естественно мы сократим дальше вот этот минус плюс и вот этот плюс минус да еще и тета дадут нам вместе минус единицу значит я начну выписывать ответ итак омега равняется минус 4 пи в же деленное на 2 пи аж в кубе и дальше интеграл 4 пи в же естественно 4 пи в же деленное на 2 пи аж в кубе замечательно фигурные скобки это просто интеграл от 0 до бесконечности по модулю p что происходит в этом интеграле после того как мы уже сократили на вот эту тету убрали все вот эти знаки мы получаем вот какую штуку здесь вот п деленное на м а давайте напишем p квадрат на 2 м значит надо будет дальше написать две третих правильно чтобы скомпенсировать числа что еще осталось если п квадрат на 2 м уже написано p квадрат дифференциал p это на потом и осталось вот эту дробь который уже плюс минуса или минус плюса здесь наверху нет на экспоненту сократим получаем единицу деленную на е в степени е по имену смел кто это минус плюс единица и вот то что мы еще так и не написали p квадрат дифференциал p вот куда мы прибыли что получается дальше а давайте-ка прочитаем формулу перехода от суммы к интегралу справа налево у нас есть интеграл какая-то сумма итак что нам нужно учесть 4 пи в же деленное на 2 пи аж в кубе это технический множитель правильно по квадрат дифференциал p это тоже технический множитель как и интегрирование от 0 до п и значит под знак суммы попадает вот этот минус и вот эта конструкция из под интегрального выражения но что такое п квадрат деленное на 2 м это е п а что такое вот эта дробь а это нп среднее число заполнения что для бозона что ли фермионов все равно значит перед нами минус во первых две трети во вторых сумма по п от произведения е п н п неплохо потому что для потенциала мега у нас есть из термодинамики результат минус п в это не импульс это давление п и вот теперь это равно минус двум третям от чего от внутренней энергии из термодинамики сентябрь результат если е п это п квадрат деленное на 2 м то п в это две третьих внутренней энергии и для бозонов и для фермионов и для их будущей единой асимптотики классического идеального газа то есть независимо от типа статистики для любого идеального газа естественно не релятивистского независимо от типа статистики статистики вот и все мы нисколько не доказали что пв это произведение числа частиц на температуру этого нет мы пв только связали с внутренней энергии вот если газ помимо всего прочего не только идеальный но и классический то две третьих внутренней энергии это как раз энтета и мы получаем уравнение клаперона менделеева зная результат для внутренней энергии то есть это такая модель в которой одно уравнение легко получается из другого вообще в термодинамике я не могу получить из энергетического уравнения то есть того что называется калорическим термическое силовое а вот в этой модели могу вот этот результат но это слишком частный случай зато очень популярный получили этот результат остановимся здесь мелкое замечание на семинарах у вас будет еще один результат речь пойдет о ультра релятивистских частицах когда еп это pc техника та же самая вы начинаете с омега интегрируете по частям но когда вы занимаетесь этим интегрированием по частям у вас появляется другой результат для производной еп по модулю импульса просто c ну и само еп выглядит иначе и значит вы должны узнавать в новой формуле что-то похожее на то что есть здесь но естественно коэффициенты будут другими там будет 1 третье ну и кстати говоря с этим будет как раз связано то что мы в термодинамике использовали обсуждая равновесное излучение мы не весть откуда заявили что давление по это одна треть удельной внутренней энергии здесь это доказуемо но все впереди равновесное излучение мы еще по изучаем в рамках статистики по основательнее а пока здесь мы ставим точку наше общее построение по поводу фермионов и бозонов образующих идеальные газы на этом закончена теперь мы будем рассматривать каждую из этих систем в разных диапазонах температур начнем с основного состояния идеального ферми газа параграф 14 видимо да основное состояние начнем с того как выглядят средние числа заполнения это цитата вот оттуда с правой доски и так нп равняется единицы деленной на е в степени е по минус мил кто это плюс единица у нас только фермионы поэтому один единственный знак перед этой самой единицей что дальше а давайте посмотрим во что превращается график для нп в зависимости от е п когда температура идет к нулю итак температуру устремим к нулю для верности сверху поскольку вообще говоря у нас существуют ситуации когда рассматриваются отрицательные абсолютные температуры речь идет о ситуациях с инверсной заселенностью уровней ну так вот поехали сюда ну отметим пожалуй вот какое обстоятельство мю при тета стремящемся к нулю а дальше это может быть функция или давление или удельного объема по всей вероятности сейчас это у нас будет в ответе функции удельного объема значит я попросту назову это мю нулевым вообще говоря мю нулевым от в но про в я сейчас вспоминать пожалуй что и не буду теперь что мы получаем дальше если е п больше чем мю нулевое и тета стремится к плюс нулю то что получается из вот той формулы ну а мне удобнее смотреть на эту в этом случае в показателе экспоненты числитель дроби положителен и мы делим его на положительный нуль то есть мы хорошо получаем плюс бесконечность и значит это экспонента сама по себе плюс бесконечность мы единицу делим на нее да еще там плюс единицы получаем нуль значит нп у нас получается равным нулю если е п меньше чем мю нулевое и тета опять стремится к плюс нулю то тут что произойдет теперь в показателе экспоненты в дроби числитель отрицателен знаменатель положительный нуль значит мы получаем минус бесконечность как показатель экспоненты значит она сама уходит в нуль и мы получаем нп равным единице все это вместе можно ввести в формулу и в график ну начнем с формулы нп при тета стремящемся к плюс нулю равняется либо единице если е п меньше мю нулевого либо нулю если е п больше мю нулевого и тут же график нп в зависимости ну скажем от е е которое в то же время есть е п можем так и написать е нп как функция от е п у нас есть рубеж мю нулевое левее него нп тождественная единица дальше происходит скачок вниз до нуля и правее мю нулевого нп тождественный нуль вот этот график ступенька единичной высоты что тогда а тогда открываются элементарные возможности посчитать нужные нам величины и это будет следующий второй пункт ну давайте начнем с того что у нас есть условия н число частиц системе равняется сумме по п нп переходим к интегралу от суммирования у нас рецепт был да конечно и не буду дело в том что мы сейчас будем интегрировать и отсутствие определенности функций в одной точке причем мы точно знаем что это не выброс а это что-то между нулем и единицей ничего не меняется даже в классе обобщенных функций мы ничего интересного на этом не нароем так что можно смело написать меньше либо равно нулю вот здесь в первом случае сказать что в этих состояниях соответственно нп равняется единице можно этого не делать то есть эта дырка математически ничего за собой не влечет так вот переходим к интегралу 4 пи в аж деленное на 2 пи аж в кубе интеграл от нуля до бесконечности суммируемая функция превратилась в часть под интегральной функцией нам осталось только написать п квадрат дифференциал p это справедливо для любой температуры но нас интересует сейчас абсолютный нуль поэтому вместо нп мы подставляем нуль либо единицу естественно что там где нп равняется нулю это арифметический нуль эта область интегрирования дает вклад нулевой и стало быть мы должны сказать а где кончается область в которой нп равняется единице здесь мы сделаем одно обозначение ну нулевое к нам пришло из термодинамики химпотенциал был у нас введен еще первым началом и вот теперь мы его рассматриваем в предельной ситуации когда температура идет к нулю сверху в шкале абсолютной температуры но у нас есть из квантовой механики другой термин энергия ферми если мы рассматриваем систему из многих фермионов то вот пусть даже это такой вот идеальный газ фермионов нет никаких внешних полей взаимодействия между собой мы их не можем все остановить формируя основное состояние у нас есть запрет паули у фермионов не так много внутренних квантовых чисел чтобы их можно было все подставить в разные состояния в смысле набора внутренних квантовых чисел но с одной и той же энергией связанной с трансляционным движением ну скажем для электронов это всего два разных варианта спин вверх спин вниз если это частицы с более высоким спином будет больше вариантов но их немного по сравнению с числом частиц это всегда ничтожно мало что тогда тогда выясняется что надо заселять следующие уровни туда заселять столько частиц сколько запрет паули дозволяет потом еще выше еще выше и так пока мы все частицы не заселим и верхний уровень на котором еще сидят частицы а над которым уже пусто будет называться как раз уровнем с энергии ферми так вот у нас этим же рубежом является химический потенциал минулевое термины пришли из разных мест но вот здесь они сошлись в одной картинке когда мы строим основное состояние в квантовой механике мы строим состояние отвечающие в статистике температуре равной нулю итак минулевое это энергия ферми а вдобавок мы будем считать что речь идет опять о ней релятивистских частицах мы для них ведь для омега что-то там считали значит энергия ферми у нас это по ферме в квадрате деленное на двое и значит если говорить о картинке изображающей нашу систему то в импульсном пространстве где у нас оси это по x по y по z мы получаем шар заселенный этими самыми фермионами и радиус этого шара и значит радиус сферы задающий границу этого шара это по ферме внутри все наши частицы n штук а снаружи пусто но повторяюсь это импульсное пространство в смысле координат эти частицы заполняют объем в в таком случае что происходит дальше мы получаем что n это 4 пи в аж деленное на 2 пи аж в кубе интеграл от нуля до п ферме на этом интервале средние числа заполнения тождественные единицы так что остается просто п квадрат дифференциал п после этого элементарное интегрирование дает нам по ферме в кубе на 3 мы получаем следующее равенство слева n справа 4 пи в аж деленное на 2 пи аж в кубе и дальше по ферме в кубе на 3 но естественно отсюда находим по ферме что получаем я напишу по ферме умноженное на 2 пи аж то есть я вот это виноват по ферме деленное естественно 2 пи аж равняется что мы получаем влево уносим 3 n понятно тройка откуда возникла деленное на 4 пи в g и все это возводим степень 1 треть правильно значит отсюда по ферме равняется аж а дальше дальше вообще волновое число на самом деле правильно это волновое число чему равно мы вот эти два пи должны затащить сюда но здесь это одна треть значит круглых скобках будет стоять 8 пи куб 8 на 3 24 делим на 4 6 пи в кубе делим на пи значит пи квадрат делим на же и остается еще дробь n к в все это в степени 1 треть есть ответ энергия ферме энергия ферме энергия ферме это п ферме в квадрате деленное на 2 м мы получаем аж квадрат деленное на 2 м а дальше те же круглые скобки только возведенные уже в степени 1 3 2 3 видите 6 пи квадрат деленное на же н к в степени 2 3 энергию ферме посчитали осталось поинтересоваться элементарные вещи а сколько это много или мало давайте займемся этой оценкой в качестве примера рассмотрим газ электронов но вставленных в кристалл электронной проводимости скажем в меде значит что нам надо знать нам надо знать концентрацию но будем считать что их по одному на узел решетки если это не так мы не сильно ошибемся в порядке величины значит нам надо знать концентрацию узлов решетки в кристалле меди что мы знаем что плотность меди это примерно 9 грамм на кубический сантиметр так мы знаем что малярная масса меди это примерно 63 грамма на моль значит 1 моль меди 63 грамма занимает 7 кубических сантиметров правильно итак 1 моль меди так мы ищем n к в и получаем n это числа вага адра 6 на 10 23 степени штук частиц на моль а в знаменателе в это 7 кубических сантиметров значит это у нас 7 на 10 минус 6 единиц на кубометр примерно 10 29 штук на кубометр 29 все так и теперь мы получаем для энергии ферме следующую оценку константа планка примерно 10 минус 34 джоулей умноженных на секунду в квадрате 10 68 знаменателе 2м масса электроны 9 1 на 10 минус 31 10 минус 30 сойдет минус до согласен хорошее поправка так 6 пи квадрат 60 же для электронов двойка тридцатка 30 на 10 в 29 степени 2 3 примерно так что это примерно давайте разбираться 10 29 еще одна десятка 10 30 степени 2 3 10 20 20 плюс 30 минус 68 минус 18 правильно 10 минус 18 это десятки 3 в степени 2 3 2 а кстати похож 2 поделили на 2 единичка 10 минус 18 джоулей много это или мало довольно много это в электрон вольтах мы делим на 1 и 6 на 10 минус 19 получаем на уровне 6 электрон вольт ну с учетом всех тех грубых оценок которые мы здесь сделали так энергия ферме в этой модели порядка 6 электрон вольт ну хорошо а если пересчитать в кельвины значит тогда нам надо просто результат который мы только что получили 10 минус 18 поделить на константу больтсмана 1 и 38 на 10 минус 23 да джоулей деленные на кельвина значит ответ в кельвинах сколько мы получаем ну 10 в 5 в числителе и делим на 1 и 38 десятку поделим на 1 и 38 что-то около 7 примерно 70 тысяч кельвин то есть если я рассматриваю комнатные температуры 300 кельвин и эту энергию то дробь теток еферме у меня меньше чем 1,02 то есть для электронов проводимости в проводах комнатные температуры это почти абсолютный нуль это крайне низко 8 3 4 5 5 6 7 7 8 9